здравствуйте уважаемые зрители и зрительницы маша расскажи пока как дела пока мы подключаемся тут еще к одной платформе чтобы вещать везде и в youtube и вконтакте дела хорошо могу вам сказать что мы обработали руки спиртовыми салфетками находимся мы в радиусе метра друг от друга у нас на столе есть парацетамол не советуем им за употреблять потому что может случиться остановка сердца передозировка вредна есть йод сриптоцит и борная кислота больше нашей аптечки здесь ничего не имеется еще есть пластыр но мы сегодня будем говорить не о том как спастись от коронавируса то какие же вообще у нас были курьезные ляпы в мозаик вот кто-то задал из подписчиков просто замечательный вопрос и сразу же захотелось об этом поговорить и так дорогие друзья вы сейчас впадаете в состояние потока воспринимаете все что я говорю кушаете это нам остается школа закрыта на карантин как бы как и все правоверные организации мы не работаем вот то что мы выходим сейчас из этого помещения прямой эфир еще ни о чем не говорит нас здесь мало мы находимся в радиусе метра друг от друга поэтому вам остается только ментальная тренировка вы можете сколько угодно представлять ближайшие неделю о том как вы набираете вашу мозаику как она получается самая красивая самая замечательная о том как вы курите камни как вы их выкладываете как вы подтачиваете камни шкуркой о том как вы ударяете себе слегка молотком по пальцу и прочие приятные моменты вы можете пока что только представлять а может быть некоторые наши зрители даже могут это проделывать у себя дома тоже закупился инструментами и материалами вот впрок ну и собственно говоря вот мы начали нашли мы еще с того что рассказывали про мозаику юлия вот это наверное самый такой большой ляп ближайший который был в прошлом году когда мы готовили спецпроект о римской мозаике но история начинается с того что мозаика размером метра на метр вот изображение фигуры девы с римского с фасада римского храм как ну храм который находится время санта мария маджоры тростеверы тростеверы вот я все перепутала в общем там на фасаде изображены дела с одной стороны дел с потухшими светильниками с другой стороны делаю с горящими светильниками вот в общем одну из этих дев набирала юлия такая довольно сложная мозаика вот и там совмещали прямой набор фон мы набирали цветным цементом на на цветный цемент и как бы на беженке такое фигуру выбирали на рака на пленку вот и в общем задача была какая набрать фигуру на ракал вот смонтировать ее а потом уже вокруг набирать фоны на цемент почему-то был такой у нас код почему сразу на цемент потому что там ли и выбирать сразу как-то было трудно и вот первый наш лям был когда мы смартфон смартфон так как фигура была связь смартфон и заклеили его на марлю с помощью обойного клея ну и понятное дело обойный клей смартфон не приклеил мы значит переворачиваем нашу мозаику надеемся что все там хорошо приклеилось там ничего не приклеилось представьте себе то есть это все просто берет как бы начинает отклеиваться разваливаться разваливаться в произвольном порядке а это большой труд а наши как я такая большая дело вот и вот она все разваливаются лиг из камня был набран он хорошо приклеился будь здоров а смартфон не приклеилась вот все это разваливается я сижу вот ну я как преподаватель что я могу сделать всех преподавателем сети если у вас начинает разваливаться мозаика при ваших учениках вы делаете вид что все так и должно быть я уверен голосом говорит юля не переживай мы все исправимся будет хорошо как бы смотрю на юлю как бы вот и просто как вы чувствуете себя немножко таким боксерском поединке когда хочется сделать вот так во всякий случай если как бы кулак и летит прямо мне с кулу как вот я драматизирую дошли как в общем я ожидала что будет сейчас либо истерика либо драка ни того ни другого не последовало в общем мы собрались и мужественно начали все это перебирать как бы вверх ногами что мы там не видим что мы делаем потому что не знаю шиворот на выбор от рукав развалился сидим вдвоем на лике девы лежит кусок шоколада как бы где-то рядом на небе стоит кружка с чаем мы видим в общем могу вам сказать что нельзя так все таки когда иконы набираешь так баловаться нельзя видимо господь нас наказал за такое богохульство и рукав у нас развалился потом его восстановили этот рукав воды стали уже потихоньку набирать фанель прямым набором вроде бы все хорошо как бы все уже замечательно деву мы восстановили дева красивая как новенькая фанель набираем и стали мы нужно было научим брать грязь песок там всякую крошку из швов вот мы думаем как же нам ее убрать потому что она очень большая мозаика там метр на метр тяжелая и вот туда-сюда ее переворачивать как мы обычно с маленькими мозаиками делаем совершенно нет никакой возможности мы решили воспользоваться пылесосом у нас есть маленький друг альф он стоит его зовут альф вот он стоит под столом как бы мы иногда пылесосим нашу школу не обращайте внимание что у нас так бывает иногда пыльно на самом деле это все иллюзия потому что пылесосим регулярно и этот альф нам в этом помогает мы решили деву пропылесосить а цвет еще был не засохший и в общем этот альф как и как ему и полагается взял засосал приличный кусок представьте себе вы там пылесосите пылесосите одно сидит и вот такая вот дыра вот как он не подавился я не знаю это так но в общем факт что нас образовалась дыра и нам нужно было срочно восстанавливать от если мы берем снова цемент намазываем прямым набор начинаем это все складывать в общем мы купили деву она была закончена в срок вот у нас там была куча экспресс-монтажей она была там сырая уже на планшете но тем не менее все благополучно завершить мозаика приехала на выставку и было ему таким существенным элементом украшение этой выставки очень золотой мин синие одеяльник красное пламя светильники красота вот тут хочется сделать такой немножко лирическое отступление как я рассказываю своим ученикам и как они у меня не обрывать мозаика ты описав себе фарфоровая ваза форма ваза от нечто цель целостное да если она разобьется она уже не может быть восстановлены без потерь и соответственно как бы вот когда происходит дефект фарфоровой вазы все это уже безвозвратная потеряно что мне мальчики говорят есть такая японская технология когда их специально разбивают а потом швы склеивают и золотят тут мне конечно ответить нет ничего я была представьте себе если на этой вазе фарфоровой была какая-нибудь барочная роспись с ангелами как бы тут она вас разбивается вы ее склеиваете швы золотите и вас все эти барочные ангелы становятся в золотых швах но это некрасиво мозаика уже у нее совсем другая тема потому что она уже изначально ущерб в своем состоянии сделан из мелких частей она уже разбилась как бы она уже разбилась вот из этого мусора вы собрали мозаика и соответственно вот чтобы с ней там дальше не было она может разваливаться где может засасывать а вот она может осыпаться и так далее всегда можно восстановить поэтому не стоит по этому поводу так сильно переживать и расстраиваться поэтому все наши преподаватели когда случаются какие-то ляпы мозаики бывают с таким уверенным видом как бы так говорят это нормально так и должно было быть то есть история первое о том как альф засосал дело подходит к концу и начинается история вторая история вторая эта история про николая святителя николая святителей был у нас много сделано в школе вообще все вот эти истории с иконами они довольно драматичны потому что с ликами всегда бывает что-то происходит то лик развалился то он просто упал вот буквально вот из рук вырвался и упал на пол то как бы клей впитался и цвет камни поменялся и так далее то есть это вот история про то что конечно когда ты делаешь икону тебя должен быть определенный такой божественный настрой и делать святитель николая одновременно трескать чипсы конечно это возможно про феофан грека так рассказывают что и гнёлка жарили в храме как бы тут же фрески писали тем не менее нам сам нравится эти фрески они имеют большую духовную силу вот но тем не менее если вы делаете икону всегда готовьтесь к тому что что-нибудь пойдет не так вот всегда на моей практике что-нибудь случалось следующая история история про николая святителя про то как я уронила николая святителя собственно говоря у меня как бы была ученица она уже наш наш преподаватель вот это тать 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 арбатова ведь она занимается она идет у нас онлайн курсы и талия когда вот еще проходила профессиональное обучение там завершающие работы как раз был святитель николай который потом был подарен какому-то архангельскому храму и все было хорошо все шло идеально танец прекрасно справлялась вот сейчас у вас должен появиться изображение николая вот получилось красивые иконы все было хорошо начался этап монтажа и в общем так случилось что я его взяла этого николая его дела уронила и в общем развалился половина лица и часть бороды в общем когда я поняла что это косяк я такая думаю господин первая же мысль о том что как сказать об этом человеку который несколько месяцев подряд как это делает как это все восстанавливает это же лицом вниз его уже назад не перевернешь потому что там сварился так вот в кашу все эти камушки вот поля нет ничего срочно себя успокоить и что делать такой ситуации как можно рвать на себе волосы можно кричать какие-нибудь ругаться как шекспир например можно можно пойти поплакать вот но все эти меры как можно ругаться нужно плакать можно ворвать на себе но это совершенно как-то не поможет вам исправить исправить вот эту ситуацию нужно взять себя в руки собраться просто начать обратным набором останавливать или ну собственно говоря что мы и сделали вот они пришла есть я как бы сказала не что случилась такая трагедия как бы николай восстановлен благополучно собственно вы имеете что у нас в итоге получилось по моему все получилось очень неплохо так что вот мораль сей басня такова что когда вы делаете икона господа готовьтесь духовно к этому занятию чтобы все у вас прошло благополучно но даже если вы будете как-то готовиться к этому нужно быть готовыми к тому что вы столкнулись рядом трудностей которые придется преодолевать собственно говоря история про кулю заканчивается не начинается третий ляп третий ляп это можно его заглавить как впихнуть не впихнуем и это еще история была задолго и до девы и до николая у нас был проект с мастерской христианской миниатюра дома мы делали светильники с оловянной миниатюры расписные а мы делали по этим светильникам поэтому сюжетом 7 дней недели 7 дней творения господья а мы делали мозаики вот собственно говоря да ну вообще должны появляться что-то за мозаики вроде бы ну казалось что какие-то могут быть ляпы но тем не менее мы смогли здесь накосячить вообще в этом плане как большие молодцы лаборатория офф косяк в общем что там случилось мы набрали мозаики помесили благополучно как обычно мы не успеваем все как как нормальные русские люди три дня до выставки у нас там еще конь не валялся мы это все должны срочно смонтировать мы монтировали это все на толстый мдф и первая вот трудность который мы столкнулись это такая что мозаики довольно большого размера 50 на 50 50 на 70 сантиметров и вот как их так приклеить доски чтобы они хорошо приклеились нам пришлось мы поняли что руками выдавить уже бесполезно поэтому нам приходилось накрывать фанерой и прямо ногами на них вставать его плясывать на них всякие танцы чтобы вот этот клей равномерно там располз внутри и все они уже были смонтированы фанерки все было хорошо и изначально у нас была такая идея что мы оформление этих мозаик они будут оформлены алюминиевым профилем то есть заранее были сделаны эти фанерки как бы там был прикручен профиль мы совершенно не думали о том как сказать как это будет происходить как нам вот в это вот корыца такое да поместить мозаику так чтобы она туда встала как бы все было чуть-чуть то есть мы так заранее об этом подумали оставили технологический припуск вот но так как все это доделывать спешки общем монтаж был такой довольно трудоемкий получилось так что немножко край подвинулся он кое-где разъехался кое-где был кривой и вот когда мы сюда поместили в эти корыца получилось так что у нас остается такая какая дыра по краю два там три миллиметра где ты мы такие смотрим на это все безобразие господи должно же было быть все идеально так классно все придумали но не получается идеально стали думать что же делать придумали ничего лучше чем развести цемент из-за ластики просто зашпиклевать аккуратно эту дырочку как бы вот по краю которая была в том в том затирки на мозаике вот когда вы это сделали вы поняли что это хорошо вот можно вот этот прием использовать в общем когда вы делаете мозаику и вам нужно поместить ее в какую-то нишу внимание делайте и всегда немного меньше вот бывают такие случаи когда очень важно чтобы мозаика вот она зашла прям вот идеально когда чтобы не было никакого зазора это буквально требование заказчика в таких случаях конечно очень важно соблюдать ровный край на потому что все думают о мозаике всем нравится процесс но никто не думает о ровном крае это как потом это все в нишу поместить там существует куча разных способ можно болгаркой и выпилить как можно ее изначально ровно сделать можно сначала сделать мозаику а потом выпилить нишу в которой она помещается можно обрамить ее алюминиевым профилем который задаст уже изначально как бы ровный край потом ее туда поместить в общем приемов решение эту проблему много поэтому друзья не косичьте следующая история вот у нас у раз мы говорим о косяках вообще самый большой косяк в том что у нас отменилась выставка представлять она не отменилась она перенеслась мы все очень ждали 9 апреля открытие выставки по картинам импрессионистов и постимпрессионисты под представлять название выставки я даже в картинах импрессионистов а костимпрессионистов очень длинные название выставки у нас было рабочее техническое название этой выставки мы назвали его гола вот и собственно говоря следующая история будет как раз посвящено ван богу эта мозаика было еще до атомы она вообще совсем со мной прям ни одна из первых мазай в школе который сделан из смальты. Вот сейчас вам она должна вывестись на экран. Вот вам бок в подсолнухе. Собственно говоря, с ней вообще все хорошо, все замечательно, кроме одного такого факта, что в этот момент у нас закончился керабонд. Тогда еще у нас даже не керабонд был, мы тогда работали на клей Литополка 55, поэтому тоже внимание, если вы не хотите заказывать клей через интернет-магазин, хотите прийти в гипермаркет, то хорошим аналогом керабонда является клей Литополка 55. Записывайте, Литополка 55. Вот, и вот он у нас тогда закончился. Мы его тогда в Максидоме покупали, там мешка, иногда по 5 килограмм, иногда по 25 килограмм. Вот он у нас закончился, у нас был обычный цемент, какой-то плитонит, плитонит Б. Причем какой-то не просто плитонит Б, а смешанный с каким-то очень большим, таким, крупным песком. Вот, ну и я подумала, что ну ладно, нет керабонда, сейчас сделаем на гипермаркет, какие проблемы. Вот, и так случилось, что у нас не было не только керабонда, изоластика тоже не было. Всем известен факт, что с мальтой, конечно, лучше клеить на клей с классификатором, да, потому что у нее пор нету, и она очень плохо с цементом сцепляется. Что-то такое, Башин? Люди работают, колят камень, мешают. Черт, вы нас не спалились, мы все на карантине, а мы работаем. Черт, возьми, я нервничаю, я не могу еще. Так, и в общем, мы заклеили на плитонит вот эту смальту, на вот этот непонятный клей неизвестного происхождения. Собственно говоря, мораль селебазь никакая. Никогда не берите клей непонятного происхождения для заклейки мозаика, потому что эффект будет непредсказуемым. Какой получился эффект? Смальта стала отмаливаться. Вот, поэтому совет от мани. Клейте смальту на хороший клей и желательно добавляйте туда и залазьте. История про Ван Гога, собственно говоря, закончена. И мы переходим... Это самый мой любимый косяк мозаики, ляп. Это история про бороду. Вот, это история под названием борода. Вот, это самая первая копия римской мозаики, которая была сделана в нашей школе. Не буду рассказывать, чья это работа и так далее. Мало ли больше, мне как-нибудь... Не буду рассказывать. Расскажу про то, какой был косяк. В общем, когда мы учились в институте, мы делали мозаики совершенно не по той технологии, по которой мы сделаем здесь в школе. В школе у нас все современно, ультра-современно. Мы вообще следуем последним трендам, как в материалах. Скоро вот начнем все эпоксидкой заливать, потому что полимеры в тренде. А мы делали в институте, мы набирали мозаики на глину, либо на измельс. То есть ты заходишь в мастерскую, и там стоит ванна. В этой ванне как бы куча глины. Эту глину нужно размешать деревянной лопаткой, потом наложить себе в ящик, разровнять это все, перевести туда рисунок, в эту известь, либо в глину, а потом начинать туда камушки складываться. То есть прежде чем начать делать мозаику, то еще там несколько, целый день потратишь для того, чтобы себе подготовить вот этот вот кисун. После того, что мозаика в глину, его известь набрана, мы на это заклеиваем марлей, либо бумагой, с помощью желатина, либо мездрового клея, что там у нас есть, либо ситровый клей, ну, кто побогаче. В общем, смысл в том, что это клей животного происхождения, он достаточно крепко сцепляет, приклеивает камни из мальту, и при этом он водорастворимый. То есть его потом можно намочить и смыть водой. И, собственно говоря, вот мы решили, что давайте-ка мы построим наше обучение на копильной практике, как во всех приличных художественных заведениях, будем делать копии. Стали мы делать это копию. Набор был произведен на аракал, это прямой набор лицом вверх на аракал, и дальше нам нужно было заплеить лицевую поверхность мозаики с помощью марлей на клее. Ну и мы, соответственно, как бы я знаю, что вот надо брать мездровый клей, сварили мездровый клей, добавили туда мёда, как бы мёд выступает в качестве пластификатора, чтобы клей не так сильно стягивал, как бы, и всё это оставили. Вот, оставили, пошли домой, как бы, все отдыхают, всё хорошо, как бы, тут во вторник звонок. Вот звонит моя коллега Саша, вот Саша говорит, Маш, это нормально, что у тебя мозаика, ну, её слегка деформировало, я говорю, в смысле, ну, как деформировало, она превратилась в шар, в шар. Представьте себе, квадратная мозаика, она превратилась в шар. Что случилось? Клей, мездровый клей, он дал очень сильную усадку, настолько сильную, ну, а так как швы там были тоже, ну, такие нормальные, как бы, между камушками, что углы и мозаики поднялись вот так вот к центру, и она вот буквально как-нибудь узелок такой завязалась, там только не хватало краюхи хлеба, вот, и я сначала очень долго пыталась у Саши вообще узнать, что с ней случилось, как это выглядит, я говорю, пущи, пожалуйста, фотографии, она мне присылает фотографии, и мне, наверное, даже вот в самых страшных апокалиптических снах такого не могло присниться, и, понятное дело, я не знаю, что делать, как бы, я начинаю писать всем коллегам, как бы, там, там, ребятам, с кем учились, с преподавателем, смотрите, что произошло, что с этим делать, как-то думали мы, думали, и не придумали ничего в ней, как намочить ее снова водой, ну, так известный факт, что клей вам размягчается в воде, мы ее намочили, и она потихонечку так начинает опускаться, вот эти углы опускаются, опускаются, и она снова становится прямоугольным, но я-то уже знаю, что она сейчас начнет высыхать, и снова вот так вот поднимется, вот, начали мы думать, что же с этим делать, мы не придумали, при том, что самый-то удивительный факт, что она поднялась вот так вот вся, и при этом камни, они не отклеились, то есть сила клея, вот она настолько сильна, как бы, что они остались там на этой марле, вот, отклеилась только вот маленькая-маленькая часть бороди, вот, ну, и, соответственно, первая же, опять же, мысль, господи, что я скажу автору этой работы, как бы, если я вот ей покажу вот мозаику, вот узелок свернутый, как бы, я не знаю, как бы, мне, наверное, тут же прилетит хук слева, там, или справа, или сразу прям нокаут, как бы, в нос, вот, ну, в общем, я понимаю, что нельзя это показывать ученику, вот, лучше потом рассказать страшную историю, о том, что это случилось, как бы, потому что, ну, как бы, человек в обмород может упасть, если такое он видит, и, соответственно, мы, значит, ночью все это расправляется, кладем пресс на углы, я пишу, ну, слушай, тут такое дело, там небольшой косяк возник, ляп, вот, ну, ты приди тогда через недельку, она там высохнет должна, в общем, приходит автор через недельку, вот, видит, все хорошо, там, чуть-чуть борода развалилась, мы все восстановили, смонтировали, ну, результат видите, как бы, самая первая, самая первая копия сделана учеником в нашей школе, как бы, это не хуклина, как бы, и, соответственно, и потом я начинаю рассказывать, что вот, такое дело, вот, ты скрутила в бараний рог, пятое-десятое, как бы, мы справились, так что, такой вот ляп, после этого случая мы стали думать, наша лаборатория в косяк, как бы, стала работать интенсивно, вот, пара из ушей пошел от мозгового напряжения, мы поняли, что надо, наверное, менять клей, думали, думали, советовались с учеными мужами, и нам посоветовали тогда клеить на виниловый клей, потому что он не дает усадку, ну, собственно говоря, клеем мы на виниловый клей по сей день, и дело-то в том, что в той же группе была вот Арина, тоже наш преподаватель, как бы, у нее тоже была копия, ей тоже предстояло клеить на вот этот желатин, вот, это я думаю, е-мое, Аринин уже так же скрутит бараний рог, мы уже учтя опыт прошлого, мы положили ее под пресс, сейчас должна появиться там следующая мозаика сокола, мы ее положили под пресс, все заклеили, все идеально, мы положили пленочку, на пленочку положили большой кусок керамогранита, тяжелый, в общем, и ждем неделю, проходит неделя, мы поднимаем этот кусок керамогранита, а там, вы не поверите, что там, там плесень, красная плесень, синяя, зеленая плесень, белая плесень, в общем, просто вот, практически картины современного художника, как бы, вместо мозаики, плесени было очень много, и, ну, поняли, что, ну, так тоже нельзя действовать, все-таки, как бы она, воздух, ладно, не высохла, она не высохла, марля не высохла, и куча плесени, вот, ну, думаю, что же с этим делать, в общем, какое-как мы убрали губку эту плесень, вот, поняли, что надо убирать этот керамогранит, убирать пленку, и снова, как бы, точечно, как бы, вложить пресс, просто на углы, как бы, и чуть-чуть в центре, потом это все высохло, мы смонтировали мозаику, стали смывать марлю, и смотрим, оба-на, камень поменял цвет, а там фон был сделан из такого светлого камня, типа, крема марфела, или что-то такое, вот, такой вот он кремовый белый, в общем, это плесень, проросла в поры камня, вот, и он стал в такую немножко синевато-красоватую крапинку, как бы, то есть, так у нас получилась плесневая мозаика, то есть, если вы хотите, ну, совсем будете изощряться в эффектах старины, как бы, можете посыпать пылью, вот, ну, сначала вырастите на вашей мозаике плесень, можно блок даже вырастить, вот, потом посыпьте пылью, у вас получится как будто ее 2000 лет, это вот, собственно говоря, следующая история про плесень, ну, какие у нас еще бывают ляпы, вот, один из таких примеров, очень красивая мозаика, я не могу сказать, что это ляп, вот, я не знаю, кто ее тут сделал, вот, но здесь есть один косяк, у меня есть один косяк, это вот эти вот трещины, вот такие трещины, которые бывают, показывают, знаете, вот, в каких-нибудь долларовых трилогиях Серджио Леоне про ковбоев, когда камера так наводит крупным планом на землю, вот, какая-нибудь пустыня где-нибудь в Северной Америке, и вот там вот земля, как бы, потрескана вот такими вот крупными-крупными трещинами, собственно говоря, вот это косяк, на самом деле, да, то есть, это не какой-то специальный, дорогой французский состав, типа а-ля кракелюрный лак, нет, нет, господа, это совсем не это, это косяк, реально, это ляп, что случилось, почему это происходит, то есть, когда вы делаете жидкий цемент, вот, жидкий цемент, и кладете его толстым слоем, вот, получаются такие трещины, когда цемент жидкий и слой толстый, вот, готовьтесь к тому, что у вас появится художественный кракелюр в мозаике, то есть, конечно, вы этого хотите, то можете это делать, но если вы не хотите, то, наверное, лучше сделать клей погуще, слой потоньше, а можно еще и пленочкой сверху накрыть, ну, здесь такие вот способы борьбы, клей должен быть по консистенции, как масляный крем в эклере, то есть, он такой густой, как бы вы его на шпатель наносите, переворачиваете, и он у вас не стекает совсем, как бы, вот прям, как будто вот вы можете его взять, так на стенку шлеп, и он у вас такой пимпой там останется, то есть, это вот та вот самая консистенция клея, которая вот то, что надо для мозаики, да, а потом вот тончайшим слоем наносите этот клей, потому что клей вообще, Керабонт, и летокол К-55, вот эти все клеи для стеклянной мозаики натурального камня, они предназначены для слоя, ну, где-то до 5 миллиметров, потому что дальше они уже начинают трескаться, и, соответственно, лучше наносить тонко, и если вам нужно создать какие-то даже художественные эффекты, да, лучше нанести один слой тонко, а потом уже там начинать делать всякие вот эти бороздки, да, и если вы все-таки берете слой толще, чем 5 миллиметров, то лучше мозаику потом хорошо запаковать в целлофановую пленку, пленка, она замедляет испарение влаги из цементного клея, и вот это вот испарение, как бы оно препятствует появлению трещин, собственно говоря, следующий ляп под названием кракелюр, вот, ну и последнее, как бы, вот я держу сейчас в руках мозаику нашего преподавателя, это мозаика Полины Николаевой, Полина сейчас у нас, она сегодня с нами, вот, как бы это вот практически бомба на выставке, которая у нас проходила осенью по микромозаике, это очень мелкий модуль, мозаика сделана очень аккуратно, вообще, автор вот этого курса по микромозаике, Кира Исакова, наш великолепный преподаватель, курс по субботам проходит, в общем, для тех, кто усидчивый, и кто не боится трудностей, вот можете прийти и попробовать, вот с этим курсом у нас связано очень много ляпов, собственно говоря, самый главный ляп, то, что мы начинали с того, что набирали вот эти мозаики на аракал лицом вверх, а потом заклеивали на марлю, и так как в состав мозаики входит как камень, так и смальта, получалось так, что иногда смальта не приклеивалась, и потом мозаика, то есть она, когда мы снимали аракал, они как бы камушки вылетали, и приходилось буквально чуть ли не заново там ее все собирать, у нас было прям пару таких драматичных моментов, как мы буквально спасали вот прям реанимация, вот реанимация для мозаики, представьте себе, у кого был такой опыт в жизни, то же самое только происходит с мозаикой, мы теряем ее, мы теряем ее, подходит бригада врачей с дефибрилляторами, кто-то там с нитроглицерином, я не знаю, кто с чем, вот, и мы буквально оживали, ну, она оживает у нас на глазах, и, ну, когда мы поняли, что, как бы, эта технология, трудность в том, что камушки, они очень низкие, тут вот буквально, смотрите, вот высота мозаики буквально там миллиметра три, как бы, очень тоненькие, и мало того, что они отваливаются, так когда мы еще потом это все просыпаем, там, просыпаем не песком, а мы просыпаем соды их, ну, таким более, ну, мелкофракционным материалом, и потом нужно это все на керабонт смонтировать, в общем, много было открытий, вообще, мозаичных, вот, в ходе этого курса, и мы поняли, что трудность еще и в том, что очень маленький слой цемента, и камушки просто начинают вываливаться, вываливаться, прежде всего, из-за того, что уровень камней скачет, они очень тоненькие, то есть, очень маленькая площадь сцепления материала с скрепляющим раствором, и, в общем, было решено, что всем микромозаике, вот, на данном этапе мы будем набирать обратным набором, лицом вниз, то есть, тогда у нас получать идеально ровная поверхность, у нас получается достаточно ровный уровень, нам не надо туда-сюда его, как бы, крутить, и изображение тогда не будет смещаться, деформироваться, то есть, как вы набрали, так оно и будет монтироваться, да, и с помощью, там, мелкой сетки, либо из-за спана, как бы, это специальный, такой, нетканный материал, как бы, она вот монтируется на этот материал, да, и таким образом был решен вопрос с тем, с разваливающимися микромозаиками, они стали прочными, плюс, для микромозаики, вот о чем я говорила, клей как крем, да, для них должен быть более жидкий клей, для того, чтобы он, как бы, все-таки, как-то протекал, как бы, между камушками и хорошо их скреплял друг с другом. Вообще, как бы, технологически это все делается в специальную мастику, как бы, состав, ну, состав ее можно узнать у итальянцев, у них, по-моему, не помню, в Рабене, кажется, есть школа, в которой есть курсы микромозаики, они набирают в известковую мастику, затворенную на льняном масле с добавлением травертина, то есть, как бы, она достаточно долго не стынет, как бы, и прямым набором это все набирается, а потом шлифуется. у нас технология немножко другая, как бы, мы там сами изобретаем, поэтому наши микромозаики, они очень сильно отличаются от итальянских, они вот прям имеют какой-то свой уникальный художественный вид. Ну, вот, собственно, ляп про микромозаику. Ну, и, как бы, такой самый еще распространенный ляп, здесь вот картинки уже заканчиваются, это вот, знаете, когда мы делаем бетонные формы, и у нас, например, есть пятиугольник, вот, пятиугольник, мы его набрали, он такой весь ровный, красивый, классный, и форма бетонная, такая, тоже с бортиком, и вот нам нужно, нам нужно, нам нужно, вот сейчас, может быть, нам тут наши помощники эльфийские принесут эту форму, мы покажем, и вот этот пятиугольник, сложный, сложная форма, нужно поместить в сложную бетонную конструкцию, и вот бывает такое, что когда ты переводишь, ну, мы там оставляем технологический припуск, но когда мы набираем на аракал, потом заклеиваем на скотч, переворачиваем, и скотч, он тянется больше, чем аракал, и вот в этот момент мозаика, она немножко увеличивается в объеме, вот, мы ее, значит, смонтировали, она засохла, все хорошо, как бы, и потом нам нужно ее смонтировать в эту форму бетонную, и она туда не лезет, вот, и вопрос, как бы, как вот эту вот сложную фигуру, пятиугольник, поместить в сложную фигуру пятиугольника, то есть дальше начинаются всякие изощрения, то есть мы начинаем выламывать краевые ряды, либо подкусывать кусачками, либо шкуркой там их подтачивать как-то, в общем, всеми возможными способами мы пытаемся впихнуть невпихуемое, как бы, опять же, это все исправляется, то есть если бы мы там отлили какой-нибудь блок стекла, да, и он бы туда не встал, то здесь уже проще бетонную форму перевить, чем переделать эту плитку стеклянную, как бы, а у нас мозаика, поэтому мы всегда можем краевые, краевой ряд отломить, и потом аккуратненько прямым набором его набрать. Вообще, мозаика, она имеет вот уникальное свойство, что любой косяк, любой ляп, практически любой, можно исправить, если это не изначально ляп в наборе, да, то есть когда ты, например, делаешь нос, а у тебя вместо носа получается баклажан, это проблема, как бы, это трудно исправить, а все вот эти технологические моменты, когда что-то там, камушек вылетел, не беда, его всегда можно подклеить, если вылетают все камушки, на самом деле, это тоже не беда, потому что мозаику можно затереть с помощью затирки, если форма мозаики не вмещается в нишу, ее всегда можно подпилить, подшкурить, и она вместится. Бывает еще такая проблема на этапе затирки, ляп на этапе затирки, это когда вы сделали классную мозаику и хотите сделать ее еще лучше, еще прочнее, еще ровнее, как бы, и решили сделать затирку. Вот, делаете вы затирку, нанесли и пошли чаю попить. И в это время она засохла. Вот, она засохла, вы приходите, и она не отмывается от мозаики. Вот, казалось бы, что это проблема. Эльф несет, да, вот, чудесным образом мозаика появляется в кадре. Вот это вот та самая бетонная форма, да, вот, у нас вот они есть такие в продаже, это очень круто, вот, это просто вообще, ну, как бы такой современный тренд лофтового интерьера, бетонная подставка с мозаикой. Это просто вот наша разработка, у нас даже хотели какие-то дизайнеры их поставить на поток и, в общем, ну, выпускать целую такую серию интерьерную продавать в своем интернет-магазине. Я не знаю, чем эта история закончилась, но факт тот, что вот, ну, мне прям вот самой нравится эта вещь, как бы, она прям крутая. вот, вот, ну, то есть, отдельная история это про то, как эта бетонная форма отливается, я думаю, что, когда ставились эксперименты там по всяким отливкам, там тоже было много ляпов, как бы, но мы вот пришли к идеальной формуле цемента и к идеальной форме этих форм, вот, и вот, собственно говоря, вот мозаика, она сделана с затиркой из натуральных камней, вот, и вот смотрите теперь внимательно, смотрите, вы прям видите это, стыковка края бетона с мозаикой, видите, как все аккуратно сделано, вот, это вот мы так умеем, да, да, мы так умеем. Ну, об основных таких интересных ляпах я рассказала, вот, бывают, знаете, очень смешные ляпы, вот, набираем, например, заказ большой, 16 метров, вот, все сделали, типа, древняя мозаика, типа, вот задача такая, сделать мозаику, как будто она древняя, мы все делаем, там, картоны нарисованы, все мы там набрали, так аккуратненько все сделали, камушек к камушку, там, затирка, все классно, ну, показываем заказчику, заказчик говорит, недостаточно древняя, вот, соответственно, народ переглянулся, что делать, ну, что делать, берешь долото, берешь молоток и начинаешь выбивать из мозаики камни, и, в общем, ребята, как бы, реально выбивали вот эти камни, и потом перезатирали мозаику, для того, чтобы создать вот этот эффект выщербленности, состаренности, то есть бывает такой ляп, когда мозаика слишком идеальная, такое тоже бывает. Ну, собственно говоря, моя сага о ляпах мозаики подошла к концу, потому что эфир не может быть бесконечен, вот, я могу выпить глоток воды, без парацетамола, парацетамола здесь по-прежнему рядом стоит, напоминаю, что мы не злоупотребляемы, может случиться остановка сердца, вот, мы будем пока готовить для вас следующую тему, она будет не менее интересная, даже более интересная, а вы задавайте какие-нибудь интересные вопросы, потому что рассказывать о том, где купить кусачки, скучно, тем более, что вы можете об этом почитать в наших статьях, в которых очень много ВКонтакте, у нас там почти 60 статей об истории мозаики, о том, где купить инструменты, о том, какие инструменты лучше, читайте статьи, это вот так вот классно, вот, мы об этом, конечно, тоже поговорим, поговорим о том, чем прямой набор отличается от обратного, но это будет уже в следующих сериях, пока, друзья, не болейте. Ну что, мы снова вернулись к вам, ох, с памятью плохо стало, совсем забыла вам сказать, что же делать с затиркой, когда она застыла, пока вы пили чай, на самом деле, все очень плохо, вы даже не представляете, как, у нас есть такая, ну, я позволю себе, больность, как бы, в эти трудные времена, у нас есть кислота, кислота, то есть, это смесь фосфорной кислоты, по-моему, слабо соляной, как бы, да, звучит страшно, но, вот, у мозаичистов, мозаичисты ею пользуются, как раз, вот, в таких случаях, когда что-то измазано цементом, и это надо отмыть, маленький экскурс в химию, как бы, как действует цемент, как реагирует цемент с кислотой, как бы, ну, он начинает шипеть, шипеть он начинает, потому что, потому что, выделяется газ, газ выделяется, соль образуется, цемент плавно превращается в белый налет, вот, который, в принципе, потом достаточно легко отмыть, он размягчается, мы его можем, ну, достаточно легко снять, жесткой губкой, щеткой, как бы, или каким-то шпателем, но если слой цемента очень толстый, как бы, так что, никакая кислота уже не возьмет, тогда мы можем убрать его механическим способом, то есть, есть волшебный инструмент, в любой непонятной ситуации, бери болгарку, болгаркой можно все сделать, болгаркой можно, ну, разве что саморез, так нельзя ей закрутить, ей можно отпилить, ей можно отшлифовать, вот, можно поставить на нее такую насадочку, как бы, шлифовальную, как бы, просто механическим способом этот цемент снять, и есть такой дамский аналог, инструмент называется дремель, дремель, это вообще, вот, у каждого мозаичиста, кто может себе позволить, должен быть такой инструмент, потому что, у него там много всяких насадочек, что-то похожее на бормашинку, им можно там всякие штучки вырезать, и шлифовать им можно, и подрезать им можно, и все на свете им можно, он такой маленький, как бы, и очень удобный, вот, можно взять дремель, тоже на него поставить маленький шлифовальный круг, и механическим способом просто все эти вот излишки цемента снять. Мы в последнее время, так как постоянно экспериментируем, как бы, вот, пришли к тому, что в нашей школе начался этап, когда мы потихоньку подходим к тому, что мы начинаем шлифовать наши мозаики. Какие там еще вопросы? Есть вопросы? У вас есть вопросы? Пока что я здесь, потому что я еще в здравомом умею резвую память. Тебе приветики передаете? вам тоже всем привет, всех люблю, вот, скучаю, по-моему, вот, вообще скучно, когда... А в школе есть тогда в нашем школе? В дремере нет, в школе болгарка есть. Когда Никита купит? Никита, нам нужна эта штука. Это вот он вам ответит, в комментариях. Вот, а, у нас есть болгарка, зачем нам дремере? У нас есть болгарка, на болгарке есть отрезные шлифовальные диски, мы болгаркой точим наши инструменты, как бы, мы с болгаркой подрезаем мозаики, и я даже, кажется, на моей памяти, кажется, Никита даже что-то ей шлифовал. Вот, так что, кто хочет пошлифовать, обращайтесь, я думаю, что мы это организуем. У нас есть Артём, у нас есть Лёша, у нас есть Никита, у нас вот, три мужчины, как бы, они вам пошлифуют. Вот есть вопрос, по цветам замазки перес, песку есть ляпы. Не очень понимаю Ваш комментарий, по цвету замазки песку есть ляпы. С песком косячу, с замазкой. Цвет замазки, да, с цветом замазки это вообще все очень сложно, как бы, иногда бывает, прямо, реальный ляп, когда песок, вот, когда вы берете крупный песок, и у вас он виден в швах, вот, ну, тут, как бы, можно только плакать, можно только плакать и больше ничего. Ты говорила, что всегда можно что-то сделать. Нет, здесь только плакать. На самом деле, можно попробовать, вот, когда этот песок, там, сильно безобразно торчит. Можно засосать его пылесосом. Да, можно засосать пылесосом. Лучше, наверное, все-таки сделать просто затирку сверху этого песка, сделать затирку. Главное, не промахнуться с цветом. У нас был однажды проект, не могу примерно рассказать, как бы, раз уж я рассказываю. Мы делали портреты Владимира Владимировича Путина в виде Контия Пилата, Юлия Цезаря и... Афина Палата. Нам входит. Да? Афина Палата, Путина в виде Афины Палата. У меня совсем было вкусно. Розовый. Да, и, в общем, мы, значит, это все сделали в таком римском ключе, как бы, все классно получилось, Путин сам на себя похож. А потом нам говорят, сделайте розовую затирку вот цвета, как вот этот листочек. Вот. И вот тут была проблема, потому что, ну, в общем-то, все хорошо. Как бы, это даже украсила Контия Пилата, золотирка цвета фукси. Это выглядело очень по... Даже, даже, это уже не постмодерн, это уже метамодерн. Дерзко. Очень дерзко, очень дерзко. И вот, когда это произошло, белый камень, он имеет такое свойство, он же пористый, как бы, что он впитывает в себя краситель, и он изменил цвет. То есть тот камень, который был белым, стал розовым. Мало того, что затирка цвета фукси, так еще и белый камень тоже был цвета фукси. Ну, и тут, конечно же, в любой непонятной ситуации лей кислоту. Вот. Мы взяли кислоту, полили ее, как бы, камень, ну, немножко отмылся, как бы, мы вот таким образом косяк исправили. Если, допустим, у вас получилось, что вы, ну, неправильно подборали цвет затирки, то есть, ну, вот бывает такое, кажется, что, ой, какой красивый цвет, ой, давайте мы его сейчас нанесем, намажем, намазали, мазайка день постояла, и вы понимаете, что это косяк, как бы, что это ляп. Ну, что в таком случае делать? Ну, вот, допустим, белую затирку можно, допустим, раскрасить, да, то есть, можно взять там темперные краски или взять какие-то пигменты, смешать их с изоластиком, просто прокрасить швы, то есть, тонировка швов, это вообще нормальная практика, особенно вот в мозаиках, да и в древних даже, они, они так делали, они красили швы, реально, вот, не говоря уже там о мозаиках Исаакиевского собора, в которых швы вообще все прокрашены, ну, ладно, прокрашены не просто, специальной мастикой восковой, то есть, воск, смешанный с масляными красками, как бы, вот получается, как бы, что эти швы, вот этим составом обрабатывать их практически невинно, да, как бы, светлый цемент всегда можно покрасить, а вот что делать с черным цементом? Ну, черный цемент можно попробовать взять реза, вышкребать его из швов и просто перезатереть мозаику, ну, придется, конечно, позаниматься вот этим вот приятным занятием, полдня, как бы, но зато его можно реально исправить, то есть, если мозаик, ну, если затирку уже не перекрасить, если ее уже не перезатереть, как бы, то резак вам в помощь, как бы, вы шкрябываете швы и просто вот получившиеся вот эти вот бороздки наносите уже новый цвет затирки, что, какие еще вопросы? Что делать, если часть картины очень светлая, а часть темная, и замазка нужна не контрастная? Тут два варианта. Есть, ну, чаще всего в линьских мозаиках мы берем средний тон. То есть, у нас, например, черный скорпион и белый фон. Черный скорпион на белом фоне, да, то есть, если мы возьмем, например, такую вот, ну, коричневую затирку, ну, допустим, вот такого цвета, да, то есть, она создаст нам контраст в белых швах, да, то есть, ну, улучшит читаемость графики швов, и в то же время соберет нам скорпиона, потому что, если мы затрем его в белой затирке, то черный весь развалится. То есть, это один способ, да, то есть, в живописи есть такое понятие, как имприматура, то есть, это подложка под живопись, вот, причем, ну, как бы это и распространено, и в масляной живописи, и во фреске, то есть, например, во фреске под синие фоны делается черный подклад, а под изображение фигур, например, делается окнастый подклад. А в классической живописи, ну, например, какой-нибудь Веласкес, он делал имприматуру, например, смешивал охру с добавлением немножко черного, или мутерморты голландские, они все писались на таком оливковом зеленоватом фоне, то есть сверху вот этого общего фона накладываются прозрачно все остальные цвета. И, соответственно, с мозаикой то же самое, то есть когда мы берем средний тон, она выглядит как имприматура, и на фоне этого всего может разворачиваться любая цветовая картина. Ну вот эта вот история, она хороша для римской мозаики, но плоха для смальты. Смальт не очень смотрится, потому что там очень большой контраст между цветами. И поэтому в смальте распространена другая история, когда мы берем разные цвета затирки, и вот там, где красные, делаем красные, там, где черные, делаем черные, где синие, делаем синие. И таким образом мы в разных цветовых участках используем разный цвет затирки. Так что вот, в принципе, два способа. Либо вы берете средний тон, который сближает черный, но делает контраст в белом, либо вы под каждый цвет подбираете свою затирку. Ну вот здесь, например, да, видите, вот это все единым серым цветом, да, затерто. На фоне белого серый читается, как такая активная сетка, а косичка наоборот собирается. То есть она таким темным пятном смотрится. В каком случае, какую затирку лучше сделать, в каждой ситуации, по ситуации. То есть в одной работе надо принять такое решение, в другой такое решение. Здесь уже проще конкретно посмотреть картинку и сказать, что лучше. Все, вопросов больше нет? Какие вы нелюбознатели? Ты просто очень хорошо рассказываешь. Очень подробно. Очень подробно. Все, выключаемся? Три кудрящечки и выключаемся. Можно попрощаться дубль-2. Еще что-нибудь скажи. Ну что, если нет вопросов, любила? Что я могу сказать? Придумывайте интересные вопросы. Реально, у нас есть время, у вас есть шанс узнать все, чего вы боялись спросить и стеснялись. Вы можете спросить анонимно. А мы можем раздумиться. То есть швы красить в прямом наборе? Швы можно в любом наборе красить. Можно в обратном, можно в прямом. Можно сначала наложить цемент, покрасить его, и потом сверху ставить камни. Можно поставить камни, потом покрасить. В общем, способов можно монтировать мозаику на цементный клей. Можно прямым набором ставить камни в цветной клей. Как угодно. Способов миллион существует. Поэтому все вот эти вопросы с цветом цемента и с цветом затирки, они все решаются. Ну, по мере задачи. Вопросы. Да. Какие аналоги есть у Кирабонта Т? И следующий вопрос будет запись в эфире. Да-да-да, будет-будет. Мы все сохраним. Какие аналоги есть? Куча аналогов на самом деле. Вот были времена, я сейчас издалека начну, были времена, когда мы учились в институте. Да, это были далекие, каменный век практически. Тогда еще никто не слышал о Кирабонте Т, разве что Александр Давыдович Корнауков, который его в Россию к нам наладил, в общем, скажем так, преемственность Кирабонта Т в России. У нас был цемент. Вот, просто цемент. Мы ездили в стратегий магазин, брали там мешок цемента. Вот, соответственно, для мозаики обычно использовался цемент, ну, хороших марок, там, 400-500 и так далее. То есть, чем выше марок, тем лучше клеить. Вот, соответственно, если вам там нужно какую-нибудь там, не знаю, штуку отлить, то можно и там, и 300-200 взять, да? А если вот все-таки, ну, нужно что-то вот, камушки приклеить, вот, 400-ый цемент, песок, туда добавлялся место изоластика, клей ПВА. То есть, это вот прям хардхор по-русски, как бы, да, мы можем из всего сделать все, как бы. Мы можем даже ездить на машине, которая, казалось бы, не может ездить, да? Вот, то же самое здесь. То есть, если нет Кирабонта Т, не переживайте. Едете в ближайший сельский строительный магазин, покупаете 400-ый цемент, он там всегда есть. Потом покупаете к нему ведерко ПВА, покупаете песочек. Вот, ну, там, если есть мелкая фракция, то лучше мелкую, как бы. Потом это все смешиваете между собой. И на это прекрасно набирается мозаика, она получается вполне себе прочная. Ну, это прям совсем, как бы, жесть. Ну, более такой, как бы, приемлемый вариант – это плитонит, да? То есть, плитонит – это уже изначально плиточный клей, на него можно набирать мозаику. Чем отличается плитонит от Кирабонта? Потому что Кирабонд не сохнет долго, а плитонит высыхает моментально. То есть, вы его только затворили, через 20 минут он уже начинает у вас схватываться. А Кирабонд, вы можете там 2 часа им работать, и он, ну, ничего с ним не происходит. Вот, поэтому для обратного набора это вполне приемлемо. То есть, вы набрали мозаику, да, и с обратной стороны намазали плитонитом, он нормально будет держать, как бы, все хорошо. Из... Я наброшу, что такое? Следующий. Следующий. Вот, ну и, соответственно, как бы, ну, вот такой вот уже распространенный вариант – плитонит. И тот вот доступный аналог Кирабонда – это клей Литокол К-55. То есть, по сути, вам подходит под мозаику любой клей, абсолютно любой клей, на котором написано, что это клей для стеклянной мозаики натурального камня. То есть, вот, если там идет маркировка, что это клей для стеклянной мозаики натурального камня, любой мозаич, любой точке мира, покупаете ли вы его в Испании, во Франции, как бы, там, в Чехии, в Венгрии и так далее, неважно, как бы. Главное, чтобы там это было написано. Вы можете его брать и делать на него мозаику смело. Потому что очень часто вот наши, допустим, ученики там, ну, спрашивают, вот у нас там, например, мы там три месяца живем, живем в Испании, там нет Кирабонда. Что нам делать? Вот, ну, советовать им, ну, закажите из Италии, она там у вас по соседству, Кирабонд. Ну, странно, как бы, или там ты приезжаешь куда-нибудь на Кипр, и я приспичивала там сделать мозаику, как бы, а там нет Кирабонда. Вот, соответственно, мы просто берем вот ближайший аналог к этому клею, да. Понятно, что Кирабонд, он классный, как бы, потому что его разрабатывали реставраторы, ну, а все самые крупные материалы, в общем-то, сделаны реставраторами, как бы, и в живописи, и в мозаике, и в витраже, и во всем, как бы, потому что реставрация это двигатель прогресса, как бы, ну, имеется в любой технологии, вот, но, как бы, понятное дело, что Кирабонд очень хороший, как бы, состав, и если есть возможность работать с ним, лучше работать с ним. Если нет, то это не беда, как бы, это не криминал, можно брать любой ближайший к нему аналог, который вот для натурального камня, для стеклянной мозаики подходит. Главное, чтобы там это было указано. Дело в том, что у него очень большое время открытого слоя, да, то есть в то время, пока клей не сохнет, вот, соответственно, другие составы, они могут высыхать быстрее, вот, и, соответственно, если вы планируете, например, прямым набором работать, да, то есть сразу камушки в цемент вставлять, то нужно это учитывать, да, то, что если вы возьмете плитонит, он у вас через 20 минут засохнет, поэтому работать надо быстро. Если работать надо быстро, заранее нужно колоть материал, да. Так что, вот, собственно, ответ. Если нет керобонда, нет возможности его достать, ищите К-55. Если К-55 нету, ищите любой клей, который вот подходит для стеклянной мозаики. И, ну, и следующий момент, вот, по поводу изоластика, тут немножко все сложнее, потому что изоластик – это латекс, да. Вот этих латексов существует большое, большое, великое множество. И вот один латекс, он проникающий, то есть его используют в качестве грунтовки, да, другой латекс, он, как бы, типа гидроизолятором пленку образует водонерастворение, там, третий латекс, он, вот, с цементом хорошо сочетается. То есть, на самом деле, это все одна большая группа веществ, это все латекс, как бы, да. Но даже клей ПВА, как бы, да, это вот очень близкое по химии вещество к изоластику. Но они немножко, у них у всех разные свойства, да. То есть, какой-то, ну, как бы, хорошо впитывается, какой-то пленка образует, какой-то диполимеризуется, то есть, со временем он становится хрупким, да. Какой-то желтеет, какой-то не желтеет. И вот, собственно, разница, например, между клеем ПВА и латексом, они, в принципе, заменяемы, взаимозаменяемы. У меня были трудные времена, когда у меня не было латекса, я очень приспичивала делать мозаику. Я тогда набодяжила клей ПВА, все держится по сей день, ей там уже много лет этой мозаики висит, все хорошо. Просто ПВА, он со временем диполимеризуется, он становится хрупким и желтеет. Вот, особенно вот при воздействии, как бы, солнечного света. А изоластик нет. То есть, изоластик, он сохраняет свою вот эту вот любкость, прозрачность, как бы, в течение, там, многих-многих лет, как бы. Ну, собственно говоря, разница. Через 20 лет ПВА станет хрупким, а изоластик не станет. Но, как пластификатор, вполне себе можно добавлять ПВА в цене. А что здесь в Медуза эти дели? В современной модельке важно подрезать теплые консультипы. Ой, это вообще классный вопрос. Я вам сейчас... Ну, он такой, на самом деле, он вообще не про технологии, это философский вопрос. Вот, это философский вопрос. Я иногда в беседе с людьми слышу вот это суждение «так неправильно». Вот, что такое «так неправильно»? Жизнь, она очень многовариантна. Вот, да, да. Тут девочки уже смеются, как бы, ну, меня простите. Ну, это важно, об этом просто важно сказать. Нет понятия «правильно вырезать, как Тиффани» или нет. Нет такого, как «правильно». Есть всего лишь правила игры, как бы. Правила игры вы себе задаете сами, либо вам их задает ваш преподаватель. То есть, если я вам составлю правила игры, что у нас будет мозаика в стиле Тиффани, то, соответственно, правильно вырезать стекла, как бы, в стиле Тиффани. А если я задам вам стилистику в стиле Гауди, то мы будем вырезать, как бы, трэш-стекла, как у Гауди, как бы все сделано. Просто все задача сводится к тому, что мы хотим сказать нашей работе. С чем мы хотим иметь дело? Мы хотим иметь мозаику, близкую к Тиффани, или мы хотим иметь мозаику, близкую к Гауди, либо мы вообще хотим что-то изобрести свое, уникальное, собственное. Поэтому для каких-то работ вырезать стекла в форме, ну, как бы, по принципу петража Тиффани, это хорошо, потому что работа будет более выразительна. А для каких-то мозаик это плохо, наоборот. И вырезать стекла в форме, ну, как вот для Тиффани, это идёт картинке, изображению во вред. Если говорить вообще в принципе о самом Тиффани, то есть вот он делал эти витражи, а он же делал мозаики. У него же есть много мозаик в Америке, как бы, ну, есть его работы, и они сделаны, мозаики, не по принципу витражей. Они сделаны по принципу мозаики, из квадратиков, из треугольничков, из треугольничков. Грубо говоря, от витражного производства остаются отходы стекла, и вы из этих отходов делаете мозаику. То есть вот такая классная оптимизация, как бы, вот, просто гениально, по-моему. Также, как мне кажется, на любом камнеобрабатывающем производстве обязательно должна быть мозаичная мастерская, потому что там куча отходов камня. Это просто сам Бог велел, потом из этих отходов делать какие-то, ну, простые хотя бы мозаичные изделия. Поэтому, собственно говоря, вопрос, ответ на вопрос, как правильно, он звучит так. Всё зависит от того, о чём мы рассказываем историю. То есть если мы рассказываем историю о Тиффани, то мы пилим, как Тиффани. Если мы рассказываем историю о Гауди, мы пилим, как Гауди. Если мы хотим делать, как Маня, мы делаем, как Маня. Мы можем совместить разные стёкла. Мы можем, например, цветок сделать по принципу витража Тиффани, а фоны набрать из всякого мусора, из каких-то там неправильных форм случайных. И на фоне вот этой истории, такой разворачивающейся, у нас цветок будет выглядеть более выразительно на вот этом фоне, нежели бы он выглядел на фоне гладких вот этих обтекаемых форм витража. Витражных, да, витражных стёкол. Так что, ну, надеюсь, ответила на вопрос. Как еще вопрос? Почему надо использовать эпоксидный клея? Или на этот вопрос? Ну, по поводу эпоксидного клея я там вначале уже сказала, как бы, что просто сейчас модны полимеры. Вот я реально еду в метро, вот, был какой-то такой, ну, забавный день, как бы еду в метро, и парни, как бы, впереди меня, сначала одна пара обсуждает полимеры, потом другая пара обсуждает полимеры, как бы, ну, потому что полимеры – это модно. Вот, а по поводу эпоксидного клея, как бы, это не панацея, как бы, потому что, да, он прочный, как бы, но у него есть свои нюансы, потому что он прочный, но хрупкий, он там, может быть, прозрачный, может быть, непрозрачный, какое угодно. Начнём рассказ с того, что цементный клей, он не токсичный, то есть он реально, вот, ну, как бы, то есть дети могут спокойно с цементом работать, но самое страшное, что, может быть, у вас от цемента, у него есть, ну, как бы, достаточно сильная щелочная реакция, поэтому он сушит кожу, сушит кожу, да, да, надо вот мазать кремом руки, вот. То, что касается эпоксидки, ну, это, вот, это реально, как бы, вот, опасно, опасная такой состав, как бы, он вредный, вот, он вредный, и нужно работать с эпоксидкой в хорошо вентилируемых помещениях, в защитных перчатках, лучше в защитных очках, как бы, вот, то есть это вредно, просто вредно для здоровья, как бы. Ну, именно вот в тот момент, когда она жидкая, когда она застывает, она, ну, она нормальная, как бы, становится, то есть она безопасна для здоровья, как бы, а вот пока она жидкая, она вредная, поэтому даже в инструкции, как бы, вот к этим эпоксидным клиентам, где написано, работать в хорошо вентилируемых помещениях, средствах защиты, вот, соответственно, если вы аллергик, там, упаси боже, не надо вам работать с эпоксидкой, это просто, ну, небезопасно. То, что касается технологического применения, эпоксидка, да, она очень прочная, как бы, мозаики на ней вечные, хотя, с другой стороны, вот были, ну, в советское время очень много экспериментировали и смешивали всё со всем, потому что просто было мало строительных материалов, как бы, ну, и народ там пытался, как бы, разработать что-нибудь такое, что было бы лучше, чем цемент. В принципе, часто бывают такие эксперименты, что эпоксидный клей смешивают с тем же самым, вот, керабондом, да, либо вместо керабонда берут, например, доломитовую муку, потому что эпоксидка, когда она застывает, она достаточно хрупкая становится, вот, если ты добавляешь туда вот этот, вот, ну, сухой, как бы, порошок, то клей становится более вязким, как бы, то есть он становится менее хрупким. Вот, потом, например, есть такой состав, он называется, литокол, ну, затирка, затирка, она же, как эпоксидный клей, литохром, да, то есть это вот та затирка, которая, типа, называется, с эффектом хамелеона, да, то есть у неё есть такое свойство, что она отражает, как бы, свет из ближайших стёкол и приобретает цвет того стекла, ну, между, вот, в швах, в швах которого она находится, да, поэтому эпоксидная затирка очень хорошо, вот, её используют для того, чтобы затирать витражное стекло, вот, именно вот этот вот литохром, как бы. Также эпоксидную затирку и эпоксидный клей используют, когда шлифуют мозаики, потому что камень по своей твёрдости, он выше, чем цемент, и когда вы шлифуете мозаику, набранную на цемент, цемент вышлифовывается, и потом вам нужно её постепенно, как бы, ну, постоянно затирать, как бы, между подходами шлифования. А эпоксидка, она по твёрдости сопоставима с камнем, может быть, даже твёрже некоторых пород, поэтому она, получается, шлифуется, ну, с камнем одномоментно. Вот, поэтому в каком случае, опять же, выбирать эпоксидку, в каком выбирать цементный клей, всё зависит от, ну, вот, конкретной ситуации, да, то есть большинство вопросов можно решить с помощью цементного клея, вот, то есть подвитражное стекло, витражное стекло хорошо использует эпоксидный клей, эпоксидную затирку для него, ну, потому что это просто удобно с витражным стеклом работать, но с учётом того, что оно токсичное, нужно принимать меры защиты, когда вы с ней работаете. Ещё вопрос, можно не набрать смайфу только на ПВА, если работа будет на клея? Нет, нельзя. Вот, потому что ПВА, он хоть и необратимый клей, но при воздействии воды он, ну, немножко размягчается, и ваши камушки, они отпадут. И всё, что касается улицы, тут однозначно, как бы, это либо эпоксидный клей, либо цементный клей. Если она будет не на улице, это, например, скажем, например, детская работа, вот с детьми удобно на ПВА набирать. Но, опять же, я уже говорила о свойствах ПВА. Он деполимеризуется, он становится хрупким и желтеет. Поэтому, ну, вы понимаете, да, что если вы наберёте просто на ПВА, то через 20 лет вся эта система, она будет уже непрочной. Вот, плюс ещё и ПВА пожелтеет. Так, какой принцип сборки обратного набора на оборудование есть? А вот об этом вы услышите в следующем эфире. Так, ещё маленький вопрос. Как приклеить к мозаику цементные основы к металлу? Ну, это, в принципе, несложно. Металл нужно закрунтовать. Существенно, специальные грунты для металла, потому что, ну, бывают разные виды стали. Нержавейка, обычная, как бы, чёрная сталь. В любом случае, нужно, как бы, защитить металл от образования окислов, да, то есть, ну, соответственно, покрыть его грунтом. Затем можно на эпоксидный клей, уже по грунту, ну, приклеить сетку мелкую, ну, вот, стекловолокняную сетку. Вот, то есть у нас получится такая штука, что металл же, он ровный, как бы, да, и там будут, ну, вот, будет приклеена эта сетка, то есть она будет, как бы, улучшать сцепление металла с мозаикой. И дальше уже на всё это можете хоть на эпоксидный клей, хоть на жидкие гвозди, хоть на цемент клеить. То есть, по сути, на что вы клеите? На стену, на дерево, на металл, как бы, это не имеет... Для мозаики вообще без разницы. Вот, вопрос, как бы, как вы будете готовить основу, основу под приклейку, да, то есть, если это бетонная стена, её нужно загрунтовать. Если это оштукатуренная стена, нужно снять со штукатурки старые красочные слои, и нужно убедиться в том, что штукатурка прочно держится на стене. Если это деревянная основа, её нужно тоже загрунтовать грунтом по дереву. Если это металлическая основа, её нужно загрунтовать грунтом по металлу. Если это пластик, ну, тут на цемент нельзя просто клеить на пластик, да, ну, тут надо однозначно брать эпоксидный клей. Вы понимаете, что рассказываешь, что про подбор цветов ходит. Вот можно где-то почитать, можете что-то посоветовать про почитание цветов, подбор цветов. У нас какая книжка была классная, конечно, и что-то в России. Ой, слушай, какая у нас там была книжка. Знаете, вот по поводу подбора цветов я всегда рассказываю историю, мне очень нравится, услышала её. Цвет – это удивление. То есть вы, конечно, можете читать книжки и прочее, есть там всякие цветовые круги, куча всяких терминов, дополнительные цвета, какие-то там ещё цвета. У меня немножко другое к этому отношение. Мне нравится работать с цветом, грубо говоря, как к ребёнку. То есть я смешиваю сметану с кетчупом, у меня получается розовый цвет, я в восторге от этого. То есть цвет – это когда вы разрезаете из бумаги, вы сворачиваете ленту миобиуса, а потом начинаете её разрезать. И вы не знаете, что получится у вас в конце. А в конце получается длинная лента миобиуса. А потом эту длинную вы разрезаете снова на две части, и у вас получается две ленты миобиуса, которые соединены. Тут я не могу показать, я рассказываю. И вот с цветом то же самое. Вы производите какое-то действие, и у вас получается нечто. Из постоянных опытов, конкретных опытов, вы делаете уже свои собственные выводы. Они будут ваши. Это не будет навязано никакой книжкой Иттана по цветоведению и по каким схемам. Этот опыт станет вашим личным, и у вас его никто не отберёт. И вот этот опыт, он будет самым важным. Потому что вы сделаете для себя свои собственные уникальные выводы. И это и есть творчество. Потому что, когда мы учились, у нас был предмет цветоведения, мы его прогуливали все напропалу, мы не понимали, зачем нам это нужно. То есть это теория. Так как я его прогуливала, я знаю, я его плохо. И, честно говоря, он мне никогда не нужен был. Потому что я просто подбираю цвет согласно своей интуиции, согласно своему видению. И у меня было очень много ошибок, когда я ошибалась в цвете. И я на базе этих ошибок делаю вывод, как хорошо и как плохо. Поэтому я, в принципе, всем всегда советую, пробуйте, просто пробуйте и смотрите, что у вас получится. И вы поймёте, потому что вот эти книги, вы их начнёте читать, и это опыт другого человека. И если вы его не примените на практике, вы его не усвоите. Потому что это чистая абстракция для вас будет. А так книги есть, много книг, но эти все книги, они действенны, их стоит использовать, только конкретно под решение конкретной утилитарной функции, конкретной задачи в конкретном действии. Тогда это имеет смысл. Просто сейчас сидеть дома на карантине и читать книжку по цветоведению, не могу вам сказать. Это бесполезно, вообще ничего там нет. Ну, всё забудется, просто всё вылетит из головы, как вылетает весь ненужный опыт, который не имеет практического применения. Поэтому рекомендации по подбору цветов, они есть. Есть книги, но то, что касается конкретно мозаики, тут нет. Здесь есть общие рекомендации под живопись, а мозаика, можете использовать книги для живописцев. Есть просто два принципа цветов смешения. Есть оптическое смешение цветов, есть физическое. То есть, когда, грубо говоря, один цвет, мелко перетёртые пигменты, смешиваются с другим цветом, и у вас получается какой-то новый цвет. Жёлтый смешали с синим, получилось зелёное. Вот физически это всё смешалось. А бывают оптические, но это по принципу принтера струйного. Когда у вас вылезают точки, эти точки стоят, они смешиваются между собой. И, грубо говоря, вы сделаете несколько шагов назад, и смесь вот этого, например, жёлтого и красного издалека вам даст эффект оранжевого. То есть, это вот по тому принципу, как работали художники-пуантилисты. То есть, вот эти вот точки, они наносили, они смешивались, и когда ты отходишь и видишь картину издалека, ты видишь тот цвет, который состоит из синих, зелёных, жёлтых, фиолетовых, как бы, и он более сложный. Вот этот принцип, принцип пуантилистов, он очень актуален для мозаики. Поэтому вот по смешению цветов очень рекомендую. Вот сейчас откроются музеи, все бегом в музей, там кто в Москве бегут, куда там, в Пушкинский, кто в Питере бегут в Русский, и в Эрмитажках, все смотрите на картину пуантилистов, как бы, желательно вживую. То есть, как они там накладывают вот эти вот мазки цвета. Это вот будет лучше любой книжки. Последний вопрос на сегодня. Чем можно колорировать фронт для приемного бара? Ну, вообще, как бы, есть такое понятие, как пигмент. Пигмент – это цветной порошок, на основе которого делается любая краска. Неважно, это масляная краска, темперная краска, это краска для фрески, либо это краска для штукатурки, как бы, и так далее. То есть, вот пигментов великое множество. Они есть минеральные пигменты, есть органические пигменты. Органическими пигментами ткани, вот, например, очень популярны для краски тканей, как бы. Минеральные пигменты, они используются для составления красок и для, ну, в том числе, калорирования цементных составов. Что такое пигмент? Это удивительная вещь. Есть натуральный пигмент, есть химический пигмент. Вот натуральный пигмент – это вы, когда идёте в горах, нашли какой-то камень, такой никчёмный вообще. Потом взяли его, раздробили, вот, разбили его на мелкие кусочки, а потом ещё сильнее раздробили, вот, в пыль. И вот, когда вы его раздробили, вы увидели, что вот этот, казалось бы, никчёмный кусок, он приобретает божественно красивый синий цвет. И это значит, что вы нашли кусок лазурита. Вот. Либо есть камень, например, называется аурепигмент. Если его раскрошить, он даст нам ярко-жёлтый, вот, прям, лимонный цвет. Есть киноварь, да, если камень вот этот раскрошить, он даст ярко-алый цвет. Либо можно там пойти покопать какой-нибудь глины, да, вот есть, например, натуральный пигмент, охры, да. Охры, сиены – это всё буквально вот из метра нашей земли. Все вот эти сажи газовые, да, это тоже вот сажа газовая. Он прям так и называется, потому что это реально сажа. Вот эта чёрная вот штука. То есть, и вот представьте себе, древние времена, древний человек видит что-то белое, да, вот всё вокруг коричневое, там, видите, там, листочки, цветочки, как бы деревья, земля, и тут бац, что-то белое. И он понимает, что он обнаружил белую глину. Он берёт, засовывает туда парицу, эту белую глину, а потом мажет её себя, как бы, и он видит, что белая глина – это краска, как бы, ей можно рисовать. И вот он этой краской начинает, вот этой сажей, вот этой глиной рисовать вот этих вот тех самых пещерных, древних мамонтов, быков там и прочего, да. Вот. И, собственно говоря, вот пигменты, да, вот как бы, как они работают в действии. Сейчас промышленность научилась изобретать искусственным путём, то есть не надо сдробить камни или копать глину, как бы, можно это, ну, синтезировать, как бы, ну, искусственным образом, да. Эти цвета, в любом случае, это цветной порошок, который смешивается со связующим. Связующим может быть льняное масло, тогда мы получаем масляную краску. Если связующий клей ПВА, то мы получаем темперу ПВА. Если связующий яичный желток, то мы получаем яичную темперу. Но основа всего пигмент. И, соответственно, что говорить о колеровке цементных растворов, да, мы просто в цемент добавляем вот этот сухой пигмент. И у нас получается цветной цемент. Мы можем взять строительные колера, да, колеровочные пасты они называются. То есть вот эти колеровочные пасты, на них даже указано, что они подходят для колеровки штукатурных растворов. То есть вы берёте колеровочную пасту, там пигмент. И, по-моему, гумиарадик ещё входит в её состав. То есть, ну, это вот такая немножко тянучая жидкость, как бы, которая, в общем-то, с цементом никак не реагирует, как бы, но она делает краску вот, ну, определённой консистенции, держит её консистенцию. Можно взять гуашь. Вот, гуашь, там тоже, ну, она идёт на основе гумиарадика. Гумиарадика. Акварель тоже идёт на основе гумиарадика. Темперы Пава на основе темперы. Просто все эти краски художественные, они достаточно дорого стоят, потому что у них там мелко перетёртые пигменты, они расфасованы в красивые тюбики и так далее. Поэтому лучше всего для колеровки цементных растворов использовать либо сухой пигмент, либо колеровочные, строительные колера не на акриловой основе, а просто вот маленькие, тексовские такие. Да, я вам шлю воздушные поцелуи. Почему мы оказались второй раз в эфире, Маня? Ну-ка, скажи-ка, Маня. Почему мы оказались? Потому что люди... Почему, сердечки, Маше? Люди хотят узнать то, чего они боялись спросить. Мы ещё будем в прямой эфир. Завтра в эфире. И мы... Вот стараемся. Много-много-много. Каждый день новые эфиры. Шлите нам свои вопросы. Мы на всё ответим. Мы будем сами генерировать с темой. Да, я вот, между прочим, очень бы хотела рассказать вам много всего интересного, как бы, на околомозаичные темы. Потому что музычисту мало знать, где купить кусачки, но ещё вообще много всего полезного надо узнать. Как картон рисовать, например, либо, там, как вот там с галькой работать. Как, например, я хочу сделать портрет, а как его на строчки разбить, так, чтобы человек... Нос был похож на нос, а не на баклажан. В общем, вот такие вот вопросы. Давайте, придумывайте что-нибудь интересное. Вот мы с нашей командой прекрасных... Как вы, Даша, называете? Никита и... Минфы? Это как? Вот. Прекрасных нимф, как бы, вот с готовностью обо всём поведаем. Вот сага о мозаике. Летят сердца всей нашей команде. Мы тоже вам шлём все наши сердца, всё наше внимание. Будем вас, в общем, всю неделю развлекать. Да, про картон тут сразу. А-ха-ха-ха. Про картон. Всех это знать может про картон. Приходите на... Пишите, мы сделаем вам курс, мастер-класс по картонам. Лучше по поводу картонов прям брать и рисовать, как бы. Это будет действием. Ну, в любом случае, что-нибудь расскажем. Я вот на таких вот цветов фуксии бумажках буду вам рисовать тессеры. Вот вам две тессеры, я вам шлю, смотрите. Вот. И будем рассказывать, как их надо рисовать и как их надо ставить. Всё. Мы тоже шлёпаем все свои сердца. Сан-Гранат скучает и будет выходить в эфиры. У-ху-ху. Всё, Маня, маши всем пока. Я тоже всем машу пока. Человек за кадром. Всё. Свою ручку.